Знаешь, зачем мы сегодня собрались? А мы с тобой сравним iPhone XS Max с iPhone XR, которые вышли уже достаточно давно, в 2018 году, и спустя года ситуация кардинально поменялась. К примеру, iPhone XR сейчас стоит 47 тысяч рублей официально на сайте Apple, а iPhone XS Max, который стоил чуть ли не в два с лишним раза дороже, теперь можно купить примерно за те же деньги, что я и сделал. Сегодня мы сравним два этих смартфона лоб в лоб, посмотрим, остался ли XS Max все еще таким крутым S-классом мира iPhone. На данный момент или уже все, его время прошло, и пора уже переключаться на что-то посвежее. Вот сейчас как бы уже ролик сам должен был начаться, но я вижу, что ты еще не подписан. Нажми под видео такую красную кнопочку, сделай ее серой, мир станет лучше, ты останешься со мной и не пропустишь годных видосов. Теперь поехали. В 2018 году я мог себе позволить разве что iPhone XR, и даже он тогда стоил каких-то баснословных 65 тысяч рублей. И, конечно же, речи не шло об iPhone XS Max. Это на тот момент самый дорогой смартфон в линейке Apple, самый флагманский, самый большой, самый красивый. О нем я мечтать не мог. Мечтал о XR и мечту свою исполнил. И сегодня мы с вами сравним вот эти два смартфона, посмотрим, что из себя они представляют спустя время. Стоит ли покупать iPhone XS Max в наше время, ну и стоит ли покупать iPhone XR. Я думаю, что на самом деле никого не удивлю, если скажу, что ответ на эти два вопроса будут 100% да, стоит покупать. Любой iPhone стоит своих денег, но конкретно вот с этими двумя история получилась очень интересной. Если мы с тобой заглянем на сайт Apple, то с удивлением обнаружим, что iPhone XR до сих пор продается, и стоит 47 тысяч рублей. Это очень недешево на данный момент. Да, к сожалению, у меня почему-то открылась английская версия сайта, но поверь мне на слово или сам можешь проверить. XR на сайте Apple стоит 47 990. И да, конечно же, это не настоящий его ценник, его можно купить куда дешевле, если быть честным. На данный момент его можно купить за 37 тысяч рублей на Tmoli. Ссылка будет в описании, если кто задумался о покупке iPhone XR. Так вот, 37 тысяч рублей. Держите эту сумму в голове, ее можно округлить смело до 40. Этот же iPhone достался мне за 42 тысячи рублей. За 42 тысячи рублей. Понимаете, да? У этих двух телефонов одинаковый процессор, одинаковые основные камеры, одинаковые фронталки, одинаковые датчики Face ID. Но при этом, XS Max у нас обладает глянцевым, стальным, приятнейшим, красивым корпусом. И, кстати, более тонким корпусом. Он обладает сумасшедшим, просто 6,5 дюймовым OLED-экраном, который своим качеством и цветопередачей меня поражает. Он обладает тонкими рамками и всеми атрибутами флагманского смартфона. И в довесок ко всему, за вот эти сущие копейки, мы получаем еще и телевик. Телевик, самый настоящий телевик, это портретник, на который мы можем с кайфом по-настоящему фотографировать людей и получать правильные пропорции. 50 мм, это то, что мы получаем с портретной линзы фотоаппарата. Это очень круто для тех, кто знает, о чем я говорю. Если выбирать между двумя этими смартфонами и говорить о той разнице в цене, которую переплатил, это примерно 3-5 тысяч рублей, тогда, конечно же, переплата того стоит. Я больше того скажу. Этот телефон на данный момент можно купить еще в Мегафоне и в Мвидео, по-моему, как новый. Да, как новый. Этого не стоит бояться и вообще это абсолютно такой же новый айфон, как и все остальные. Даже не заморачивайтесь. Так вот, этот айфон можно купить за 50 тысяч рублей. И даже за эти деньги он классный. Есть на канале уже ролик о нем, где я рассказывал свои впечатления после недели с айфоном 10s Max. И там я рассказал, почему его стоит купить даже в сравнении с айфоном 11. Что же в нем есть выигрышного? Я думаю, что те, кто разбирается в технике Apple, сейчас в комментариях сами об этом напишут. Но и также много людей будет писать о том, что я дурак и нужно покупать только 11. Но если человеку хочется большой дисплей, если ему хочется стальной корпус, если ему хочется телевик, если ему просто хочется 10s Max, почему бы его не купить? Ведь это тот самый телефон, которым пользовались такие топовые блогеры, как Vilsacom, розетки. Да все им пользовались. Почти никто тогда из тех, кто имел много денег, не покупал себе 10r. Даже маленький 10s себе никто не покупал. Все брали именно 10s Max. И на данный момент ситуация абсолютно та же. Все, у кого есть бабки, ходят с 12 Pro Max. Это правда жизни, ребят. И вот поэтому я купил себе его, чтобы почувствовать вот этот кайф от владения самым флагманским топовым смартфоном от компании Apple. И честно говоря, я не пожалел. Тем более, что мне не пришлось переплачивать, как тогда в 2018 году, в два раза. А всего лишь переплатил какие-то 5000 рублей и получил вот такой вот люксовый классный смартфон. Порадуйся за меня. Напиши в комментариях, что думаешь по поводу этого телефона. Обязательно подпишись на канал. И что бы ты выбрал? 10r или 10s Max? Если разница в цене, пятачок. Давай устроим такой интерактивчик, посмотрим в комментариях, сколько бы человек согласились со мной и взяли бы 10s Max. На самом деле, даже как-то грустно стало. Да, устройство классное, красивое. И я по-детски искренне рад, что купил его за 50 тысяч рублей. Но если так подумать, 50 тысяч рублей ведь совсем не маленькие деньги. Да? ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok